Нашей с вами игре уже практически 8 лет, а если учесть все альфа и бета тесты, то даже более того. Много воды утекло, некоторые каноны уже давным-давно забыты, однако всё ещё есть те вещи, которые никто толком не менял, и в том числе уровни с первого по десятый. Ещё с момента, когда ПТ и СТ-10 придумали, а потом ещё и САУ, ничего толком не менялось, и получилось так, что вся техника между собой уравнялась, а геймплей на десятках никакие режимы толком и не спасают. Отсюда разработчики последний год всерьёз задумываются над 11 уровнем. Пока информации очень мало, всплывало лишь несколько мелких ответов от разработчиков, и то, как всегда, это всё было вскользь, но уже точно ясно, чтобы дать какую-то особенность и уникальность для техники, больше интереса к прокачке, по-любому должен появиться 11 уровень, и скорее всего это будет 1-2 машины у каждой нации. И о данной технике, в варианте, что это будет 1-2 машины, я уже рассказал на канале Вотфан. Однако я прекрасно понимаю, что на этом всё не остановится. В том случае, если онлайн сильно падать не будет, и игра также будет приносить доходы, нельзя будет останавливать развитие на 11 уровне. Это всё-таки мир танков, и явно не танков времён Второй мировой. От этого уже давным-давно отошли, поэтому к моменту какого-нибудь патча 2.0, а может даже раньше, точно пойдёт развитие дальше, к более современной технике. Поэтому я решил с вами заранее поделиться предположениями о том, как могла бы развиваться техника в нашей игре по древам прокачки до 21 уровня. В данном случае понятно, ветка того же ИС-7 в принципе тупиковая, и все ПТшки, арта и тому подобное закончатся намного раньше, нежели 62-ка или 430У. Именно эти машины в итоге подарили нам Т-64, Т-72 и тому подобную советскую технику. Поэтому начну я с машины 11 уровня под названием Объект 435, и прокачиваться он будет с Объекта 430У. Почему именно в такой очерёдности, вы поймёте из истории создания. Но прежде всего объясню. Вся серия подобных видеороликов о современной технике World of Tanks, это лишь предположение. И шансы того, что появится всё именно в таком виде, крайне малы. А всё потому, что разработчики редко собирают ветки по ходу реального развития. А я собираюсь всё это делать именно так. То есть от танка к танку, примерно похожие машины, которые действительно приводили от одной к другой. В общем, максимально исторично и канонично собранные ветки. Поэтому считайте, что это просто полезная информация. Но если хотите, всё это можно, конечно же, называть вангованиями. Разработка танка с обозначением Объект 435 велась в инициативном порядке в конструкторском бюро 60, завода 75. Целью работ было существенное улучшение тактико-технических характеристик опытного среднего танка Объект 430. Наш 435 вызвал большой интерес у представителей Министерства обороны СССР. В результате чего было выдано тактико-техническое задание на разработку принципиально новой машины под обозначением Объект 432. Который после принятия на вооружение получил обозначение Т-64. В итоге, получается, наш 435 это продолжение Объекта 430У. И теперь понятно, почему в ветке всё это будет выглядеть именно так. Поэтому, в том случае, если разработчики рано или поздно придут к тому, что наши ветки придётся расширять. Или, например, как-то вообще в принципе менять систему прокачки. То после 430У однозначно должен стоять 435. А уже потом мы получим Т-64. И теперь самое интересное. Все видео подобной серии будут выходить у меня на канале. Поэтому я могу делать абсолютно любые спойлеры. И самым главным становится то, что после 62-ки тоже будет идти машина. И это будет Объект 432. Который как бы ещё не Т-64, но всё-таки идёт от 62-ки. И следующий видос будет именно по нему. Там больше информации, больше интересного. И самое интересное это то, что после 432 и нашего 435 будет выкачиваться одна машина. И это Т-64А. О которой, скорее всего, я расскажу уже в третьем видосе из этой серии. Или же перейду к другим 11 уровням советской техники. Это уже вопросы к вам. Напишите в комментариях, в какой хронологии вы бы хотели увидеть все эти видосы. А я перехожу к ТТХ 435. По защищённости мы получаем, грубо говоря, Объект 430. То есть это 120 мм во лбу корпуса и где-то 220-240 в башне. Но мы же понимаем, именно с 11 уровня техника будет вооружаться гладкоствольными пушками. У которых показатели бронепробития куда выше, нежели у наших нарезных. Да и в принципе, геймплей перейдёт на новый уровень. И те, кому нравится привычный танковый геймплей, будут оставаться, скорее всего, на десятках-девятках. А для любителей бодрости, куда большей активности и абсолютной незащищённости, будет 11 уровень и выше. Плюс к тому моменту уже появятся бронеавтомобили и, скорее всего, полноценные танки с ракетницами, а-ля Птурами. Но разработчики всё это будут вводить постепенно, чтобы геймплей мог адаптироваться, игроки ко всему привыкали. И к моменту появления 11-12 и тому подобных уровней, все уже будут к этому готовы. Поэтому сейчас рассуждения это лишние. Просто важно понимать, что сейчас обращать внимание на бронирование у этой современной техники толком-то и нет смысла. Главное посмотреть на вооружение, динамику и подвижность. В таком ключе 435-й это шикарная машина. Ведь у нас будет 115-мм гладкоствол, который, скорее всего, получит примерно 450-400 альфы и пробитие от 300-350 мм. И это лишь у базовых снарядов. При этом отличную точность и достойный ДПМ. Что же касательно динамики, здесь она будет даже чуть лучше, нежели у обычного 430-го. 55 км в час максимальная скорость, движок на 600 лошадиных сил, причем более современный. И масса всего-то в 35 тонн. То есть ездить мы будем быстро и без проблем. Отсюда получается, грубо говоря, объект 430 на максималках. И лично я, скорее всего, к Т-64А подходил бы именно через этот танк. Ну а вы сделаете выводы уже после следующего ролика, где я расскажу про 432-го. Ну а в нашем случае, я думаю, все понятно. Поэтому напишите свое мнение в комментариях. Что вы думаете про 435-й объект и в целом про идею современной техники для нашей игры? Лично мне, как вы уже поняли, кажется, это отличная идея. Графика уже сделана, звук сделан, скоро появятся новые перки, еще и нации добавляют. А значит, нужно приходить и к новой технике. И эти каноны тоже как-то дорабатывать, ломать, перебирать, пристраивать. Ведь если все останется так, как есть сейчас, то и игра, грубо говоря, будет топтаться на месте. Согласны вы с этим или нет, также напишите в комментариях или просто поставьте лайк или дизлайк. А я на этом с вами прощаюсь. Надеюсь, информация про 435-го была для вас полезна. И ждите следующий ролик про объекта 432. Спасибо всем за просмотр. С вами был Хомиш. Подписывайтесь на мой канал. Удачи и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!